Мы называем последнюю новейшую историю 20 последних лет, 20 потерянных лет. Когда, прежде всего, экономика развивалась поликалом либеральных и рыночных отношений, либералы-монетаристы внушали, что рынок все устроит, что России не нужна промышленность, а нужно то, что будет действовать на рынке, по принципу купи-продай. И вот, исходя из этого, последние 20 лет мы и развивались, когда не уделялось времени кадрам промышленности, промышленному производству и основу развития государства. Если мы не хотим быть, как заявляет официальное правительство, сырьевым придатком из высокоразвитых индустриальных стран. Вот за этот период, когда старались быть этим сырьевым придатком, старые кадры уже ушли по возрастным показателям, молодые не пришли. И в итоге, сейчас, когда правительство и президент ставят вопрос о поднятии оборонно-промышленного комплекса, выделении дополнительных средств, которые у нас идут от нефтедолларов на госзакупки, заказы по военно-техническому сотрудничеству. Получается, что строить и высококачественно делать нашу технику не хватает рабочих рук. И в авиапромышленности вы видите, что у нас в последнее время падают ракеты чаще, чем в советское время такое не было. Значит, мы не успеваем делать контракт по военно-техническому сотрудничеству. И в этой связи мы ставили вопрос, а я этим занимаюсь, в Комитете по промышленности, как зампредседателя комитета, который курирует вопросы модернизации промышленности и военно-технического сотрудничества. Вместе с вице-премьером правительства, который курирует ОПК, это Дмитрий Марагозин, военно-промышленная комиссия, как это дело переломить. Для этого есть несколько путей. Прежде всего, это государство должно опять начать стимулировать учебные заведения средне-технического назначения к тому, чтобы набирали специалистов по этим направлениям. Второе, акционерным компаниям, которые создают такие центры и воспитывают кадры, делать финансовые преференции, прежде всего налоговые. И третий вопрос, это непосредственно работа с самими кадрами, с населением. Есть у нас тут несколько программ, которые мы предлагаем, но на это нужно время, потому что прошло очень большой труд, 20 лет. И еще один технологический здесь вопрос, что нужно, конечно, поскольку мы много людей привлечь не сможем, ставить везде новые станки и оборудование, полуавтоматы, которые сейчас можно технологически закупать у зарубежных производителей, ставить в наших предприятиях, и вместо 100 человек в цеху, эти полуавтоматы, допустим, обрабатывающие, фрезеровочные, требуют 10-12 человек. То есть 10-12 переучить из тех, что есть, у нас эти кадры есть. Вот такой вопрос, такое решение вопроса.